В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, днём до плюс 8, ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске ночью без существенных осадков, днём дождь, переходящий мокрый снег. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, днём 3-5 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Анапе прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей. Наш земляк Дамир Гумжачев, воспитанник тренера Арсена Чекунова, стал серебряным призёром этого турнира. Это позволило молодому спортсмену войти в состав сборной России по боксу. И сегодня боксёры, гости нашей программы. С ними встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Арсен. Доброе утро, Дамир. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, сразу хочу поздравить и вас, Арсен, в первую очередь, и тебя, Дамир, за ту победу, вернее, второе место на всероссийских соревнованиях по боксу. Среди юношей, насколько я понимаю. Соревнования проходили в Анапе. Правильно? И ты выступал после травмы. Наверное, и это сказалось, что у тебя не первое место. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал о том, как эти соревнования для тебя прошли. Первый бой я боксировал с соперником из Белгородской области, победителем России. Первый бой быстро устал, потому что долго не боксировал. И так плохо отбоксировал, что устал. Второй бой боксировал с финалистом России со Ставропольского края. Там я уже освоился в ринге и отбоксировал лучше. И выиграл этот бой уверенно 5-0. И финал провел три боя. Последний бой в финале не хватило уверенности и проиграл. Арсен, вы рассчитывали на первое место как тренер? Конечно, но мы результатом не особо довольны. Мы рассчитывали, что на этих соревнованиях одержим победу. В этой весовой категории рассчитывали на первое место. Потому что в течение года, начиная с начала года, он не проигрывал. Выиграл два отборочных соревнования до этого. После первых отборочных соревнований, которые проходили в марте, он травмировался. И не смогли бы мы выступать на первенстве России в Чехове. И он лечился, залечивал травму. После этого в августе месяце в Черкесске проходило первенство спортивного общества «Спартак», посвященное памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова. И он там боксировал, стал победителем весовой категории 75 килограмм. Тем самым отобрался на эти соревнования. Но дело в том, что эти соревнования были в августе. А вот эти соревнования, на которых мы сейчас выступали в Анапе, они проходили в ноябре. И как бы разница... Большой перерыв, да? Большой перерыв был, да. И боевой практики не было. Вот, может быть, и это сказалось в финальном бою. Чуть-чуть не хватило уверенности. Насколько я знаю, второе место гарантирует вхождение в состав сборной России по боксу. И значит ли это, что вы уже будете готовиться на серьезные турниры? Куда будете готовиться? Ну, сейчас у него предстоит углубленный медицинский осмотр в середине декабря. Затем с 8 января он в составе сборной команды России будет проходить учебно-тренировочные мероприятия под руководством уже старшего тренера сборной команды России, тренеров сборной России. В Адлере будет первый этап учебно-тренировочных сборов. И в дальнейшем на официальных соревнованиях будут боксировать. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Еще раз с таким успехом тебя и вам. Спасибо, что были гостями нашей студии. Вам спасибо большое. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok